Я вас категорически приветствую. Егор, добрый день. Не так давно посетил санаторий в Солнечном Алтае, наслаждался красотами, отдыхом и всякое такое. Немедленно возник вопрос, а наши сограждане до революции где-нибудь так же отдыхали, нет? Ну, я бы рассказал о таком согражданине нашим, как Пётр Алексеевич Великий, потому что именно он придумал и создал первый российский курорт вообще, в принципе. С ума сойти, а где? Курорт этот, кстати, сейчас существует, называется он «Марциальные воды» и располагается он в Карелии, в Карельском крае, по Доланцу. Ну, дело было так, сначала, как водится, Пётр Алексеевич съездил в Европу, посетил город Спа, ему там понравилось, целебные воды благотворно подействовали на его измученный разными переживаниями и прочими вещами организм, и он, вернувшись на родину, повелел найти нечто подобное в своем отечестве. И тут все сошлось, потому что некий крестьянин Иван Рябоев побывал как раз в Волонецком крае, увидел там родник и испил из него воды. А был Иван Рябоев болен какой-то сердечной болезнью, и когда испил он водится из родника, зело ему полегчало. Вот. Он сообщил об этом своему начальству, а начальство знало, по велению Петра Великого, искать некие целебные воды в России на манер Европы-Франции, как было сказано в его указе. Вот. Эта информация попала к коменданту Оланецких заводов Георгу Вильгельму де Генину, очень уважаемому Петру, военному инженеру. Де Генин сообщил своему руководству, так информация дошла до Петра Алексеевича, и несказанно его обрадовали. Петр повелел тут же устроить русский курорт, чтобы было не хуже, чем в Европах. А что это подразумевало? Строительство санаторных корпусов? Да. Совершенно верно. Был выстроен в санаторий, и Петр стал там регулярно бывать. То есть, всего он там был четыре раза, 1719, 1720, дальше 21-й год перерыв, потому что в этот год был заключен нештабский мир до победы в Северной войне, 22-й и 24-й. И в общей совокупности Петр пробыл на русских водах 5 месяцев. У царя довольно много, но надо сказать, что он в прямом смысле ездил туда лечиться, потому что человек был уже в зрелом возрасте, нуждался в отдыхе, в лечении, и у него была такая потребность. Хотя надо иметь в виду, что, конечно, особенно в первые его выезды, сразу вокруг этих отъездов из столицы стали роиться разнообразные слухи, что все это не просто так, и это попало в дипломатическую переписку. Английский посол Джефферсон в 1721 году, когда Петр собрался туда отдыхать, писал, что не просто так едет, а едет он встречаться с прусским королем, и замышляют они вдвоем нечто очень неблагоприятное для Швеции. Как дожать ее до самого унизительного ништатского мира? Как раз тогда шли уже переговоры по поводу заключения мира по окончании Великой Северной войны. И вот английский посол подозревал, что сговорятся и совсем шведов обкорнают. И эти слухи дошли и до шведского посланника. Он тоже засобирался туда. На воды целевые. Но французский посол, в свою очередь, тоже писал, что действительно ходят такие слухи, но это все вранье. Петр едет просто отдыхать. И это было на самом деле правдой. Но самый смешной случай произошел с галштинским посланником Васевичем, который стал упрашивать Петра взять его с собой. Это же привилегия такая, с царем поехать. Петр в ответ схватил его за щеки и сказал, щеки у тебя слишком толстые и красные, чтобы ездить на лечение. Рожа хоть прикуривай. Так что вот эта дипломатическая такая коллизия вокруг всего этого была. Но на самом деле, конечно, Петр ездил туда отдыхать. Он посещал Аланецкие заводы. Это, кстати, крупнейший элемент ВПК. Крупнейший элемент тогдашнего ВПК, родившийся буквально на глазах Петра. И вот Георг Вильгельм Дегенин, он был отцом. То есть, если Петр был им как бы идейным отцом, то Дегенин непосредственно этим руководил. В Аланецкие заводы это очень серьезное производство по тем временам. Ну вот и введение Дегенина автоматически попал из санатории. Вот Петр, конечно, посещал все эти заводы, но не только. Он отдыхал, столярничал, слесарничал. Ну и главное, пил воду. И есть такая известная его цитата из него, который сказал своему близкому сотруднику Нартову, что «Тело я свое врачую водами, а подданных примером быстрого выздоровления не ожидаю, все решит время». Ну, по первой части этой цитаты мы видим, что к водам царь относился очень-очень серьезно и испытывал от этого большое удовольствие. Это случайно не они? Нет, это не они, но тоже классная вода. И она могла бы поставляться ко двору его величества императора всероссийского. И запьем, пожалуйста. Да. Хорошо. Это вода Эден. Добывается из артезианской скважины в Подмосковье. Содержит калий, кальций, натрий и магний. Полезна для сердца, для костей и для всего остального. Есть вот такая вот, объемом 0,5. Полезно там на пикник с собой взять. Есть полтора литра и вот такие вот 18,9 большие бутыли. Вместительная. Весь тупичок пьет воду исключительно такую. Ездили на курорт за водой, но главной проблемой была еда. Еда, потому что царский поезд, это 300 подвод, куча прислуги, народа, всякие приближенные, которые хотели рядом с царем в это время находиться. Шуты. Про это отдельно скажем. И, конечно, такую араву надо было обихаживать и кормить. Но сначала хочу сказать, что это создало большую достаточно инфраструктуру. Во-первых, дороги специально делали для того, чтобы царь мог проехать. Во-вторых, строились путевые дворцы по пути следования. Был специальный указ разыскать избы. Там было отмечено разыскать чистые избы, в которых бы не было тараканов. Чтобы царя не беспокоили. А с едой действительно была проблема, потому что огромное общество приезжало на воды. Добывать еду поручили все тому же Георгу Вильгельму де Генину. Он просто обалдел от этого. У него есть цитата забавная, я даже специально для себя выписал. «Гостей, которые приезжают к водам, поить и кормить надо. А истину, с миру ни одной ложки сметаны не идёт». То есть, не найти. Крайт, на самом деле, не самый обильный, скажем так. В общем, основная тяжесть снабжения царского двора продовольствием легла на Александросвирский монастырь. И чем дальше, тем больше заходило. Вот есть один документ, который предписывает специально для царя только «Найти десять лучших телят, десять лучших барашков, пятьсот яиц, десять кур, три ведра топлёного творога, три ведра масла, три ведра сметаны». Это приезд царя в 1724 году. Не жировал Пётр, замечу. Ну, Пётр был человек спартанского склада. Но все, кто с ним приезжал, они придерживались другого, других воззрений. Это вызвало, кстати, интересный конфликт. Потому что настоятель Александросвирского монастыря, архимандрит Александр, был крайне недоволен, раздражён, раздосадован. А если учесть, что история архимандрита Александра, она такова. Он был сначала настоятельным одного из подмосковных монастырей, и его фактически брали, сослали в глушь, потому что архимандрит Александр был крайне оппозиционен реформам Петра Алексеевича. Не нравилось ему вообще заморское. Вроде он скрылся, так сказать, с царских глаз, а тут так сложилось, что снова ему на глаза попался, со своими, так сказать, антицарскими заявлениями. Ну, это был, конечно, не заговор, но гневные словеса изрыгал по адресу царёвые особы, и в результате разразился настоящий конфликт. Пришлось императрице даже приехать в Александросвирский монастырь и увещевать Архимандрея Александровича, чтобы он говорил поменьше плохих вещей по адресу царя. Но архимандрит Александр не остановился, и всё для него закончилось чрезвычайно плохо. Уехал в Соловки или что? Нет, его приговорили к смертнику. Доигрался. Чисто за слова. А слова – это оскорбление. Слово приравнивалось к заговору. Государево слово и дело. Да, вот у нас был Фёдор Севастьянов, такой кандидат в исторических наук, очень интересно рассказывал про спецслужбы Российской империи, немножко рассказал и про Русское царство, как там всё было устроено. Так вот, он очень чётко рассказывает, что слово – это было преступление. Никакой разницы между тем, что ты придумывал какой-то заговор с целью убить государя, или ты просто говорил «а, государь, чтобы он сдох». Всё, это уже преступление государственного значения, и оно приравнивается к заговору. Поэтому за это полагалась смертная казнь, что в итоге не произошло. А ещё из интересного, значит, кого можно было наблюдать там, значит, на водах, кого с собой привозил Пётр. Честно говоря, привозил он нескольких выдающихся персонажей, мало известно. Значит, у него было два шута, любимых – дурак Тарас и Ефим Волков. Ефим Волков – это карлик, известный тем, что Пётр устроил его свадьбу. Это было в Петербурге. Свадьбу и до Ледяного дома Анны Иоанновны, это была самая известная шутовская свадьба. Но самая удивительная фигура, которая сопровождала Петра в этих поездках, это был Николай Буржуа. Это великан, огромного роста. Мы знаем, что Пётр был огромным, 2-4, но Николай Буржуа был ещё сантиметров, по-моему, на 10 или 12 выше Петра. Значит, это была в Европе в это время мода, держать высоченных слуг. И Пётр во Франции, в Кале, увидел этого Николая Буржуа, и так ему её понравилось, произвел у него такое сильное впечатление, что он предложил Николая Буржуа поступить к нему на службу. Тот согласился и с тех пор всегда ехал на задах его кареты. Вот он тоже приезжал в Оланец, приезжал на Марциальные воды, и местные жители удивились, какой удивительный человек, огромный, настоящий великан. Это был, наверное, самый высокий человек в России. Наверное, при тогдашнем росте раза в два был выше остальных. Да. Кроме того, известно, что приезжал туда один из первых русских светских живописцев, Иван Никитин, и написал чей-то портрет, то ли Петра, то ли Екатерины Алексеевны, но этот портрет, к сожалению, не сохранился. А после смерти Петра, умер он, я напомню, в 1825 году, к сожалению, курорт захерел. Курорт захерел и возродился только уже в 20 веке. А вообще, место очень интересное, я там был, всем рекомендую. Отлично, просто можно отдохнуть и напитаться отечественной историей, потому что там это ощущается. На всё в России нужна государева воля, чтобы работала. Да, но особенно при таком царе, как Пётр Алексеевич, который там куда ни ткни, какое-то он к этому отношение имел, что-то он доосновал. Вот в том числе и первый российский курорт. Ну, соответственно, кто может доехать до города Оланец, отправляется в город Оланец, а мы в воды. Отличная вода. А на сегодня всё. До новых встреч.